Мы приветствуем всех поклонников автомобильного спорта. Добро пожаловать в Татарстан. Добро пожаловать в поселок городского типа Богатые Сабы, где традиционно проходят соревнования по картингу. Открытие чемпионата Республики Татарстан прошел недавно на этом замечательном картодроме и подарил всем болельщикам, всем нам невероятное количество эмоций. Классные заезды, невероятная интрига, борьба. Это все то, что радует нас с вами на протяжении всего картингового сезона. Ну и конечно, картинг это обгоны, это эмоции, это молодые парни и девчонки, ну и это опытные профессионалы. О всех этих заездах мы с вами поговорим сегодня в рамках нашей традиционной программы, посвященной соревнованиям по картингу. КЗ-2, Микро, Супермини, Восход и Стриж. Во всех этих классах прошли гонки, прошли и квалификационные заезды, и заезды финальные. Ну и здесь в каждом из этих классов были свои герои. Как молодые ребята, так и опытные спортсмены. Ну, пожалуй, это то, о чем нужно помнить всегда. Картинг это соревнование и для профессионалов, и для любителей. Несмотря на то, что автомобильный спорт это вещь, прямо скажем, не очень доступная, если говорить о финансах и бюджете, тем не менее, картинг все-таки помогает молодым ребятам развиваться. Ну, и это первая ступень к большим гонкам. Это первая ступень к профессиональным соревнованиям по автоспорту. И чемпионы Формулы-1, и чемпионы Дакара, и чемпионы других гоночных серий, практически все они на досуге занимаются картингом. В общем, сегодня мы говорим о самой эмоциональной гоночной серии. Многие еще много забыли, многие там рефлексы какие-то за тупи. Он будет думать, что он все умеет. А они заснули эти все дела, латентные какие-то моменты. То есть нам надо сейчас обратить внимание перед большим событием, сейчас разбудить людей, разбудить команды, разбудить взаимоотношения. Тренер-капитан, капитан-команда, команда, все остальное. Вот все мне и родители. Вот тут, конечно, у нас есть определенные сложности, потому что родители сами заняты. У них представление о картинге совсем другое. По телевизору нас показывают редко. Если бы не вы, кстати, оба картинга, вообще бы никто не знал. Итак, первый класс, о котором мы будем говорить сегодня, это класс КЗ-2. Здесь много интересных событий происходило на протяжении всего этого гоночного уикенда. Почему? Потому что здесь собрались настоящие звезды не только российского, не только республиканского автоспорта, но и, можно сказать, звезды автоспорта мирового. Это Тимур Тимирзянов, Айрат Мардеев, Андрей Каргинов. Те люди, которые прославляют Татарстан на различных автоспортивных трассах мира. Ну, Мардеев и Каргинов это замечательная команда КамАЗ Мастер. Одна из самых успешных команд в истории легендарного ралли-марафона Дакар. Ну и, соответственно, челнинские ребята очень здорово смотрятся не только на песке, но и на картинговых трассах. Ну, для нас действительно гонка так получилась не такая удачная, как в Челнах. Ну, это понятно, очень много ребят приехало и едут действительно очень хорошо. Я здесь в Собак был ровно 11 лет назад, еще трасса была совсем другая, короче в два раза было, поэтому для меня вообще было впервые на такой длинной трассе ехать. Хороший опыт получили, на следующей неделе очередная будет гонка, постараемся тоже там участвовать. Для нас главная задача, конечно же, это выкатывать молодежь, смотреть, как они едут. Вот мы едем уже в таком, в свое удовольствие больше сказать. Наша главная работа именно заключается в том, чтобы подтянуть молодежь. В принципе, ребята едут тут неплохо, хорошо они тоже потренировались, да, были там инциденты, много замесов, но это тоже учат, без этого никак, без таких ситуаций никогда не выберешься на высокий уровень. Вот на следующей неделе УРФО, вот уже там, конечно же, нужно будет не косячить и ехать в своем хорошем темпе, а темп действительно у ребят очень высокий, и они, в принципе, могут ехать в пятерке и даже на УРФО. Камазовские пилоты, естественно, здесь не только сражались за призы, не только сражались за высокие места, но и в какой-то степени готовили к себя к марафонским испытаниям в рамках Дакара или Шелкового пути. Но и помимо Кординова и Мардеева здесь было на кого посмотреть. Пожалуй, один из сильнейших картинвистов Татарстана, это Борис Грифулин, он и здесь отличился со знаком плюс, потому что ему здесь удалось одержать победу в первом финальном заезде в категории КЗ-2. Давайте поговорим о тех, кто составлял конкуренцию Борису на этом треке. Но если говорить о первом финальном заезде в категории КЗ-2, то это был прежде всего Аркадий Попов, еще один юниор КамАЗ-мастера, который стал вторым. Ну а третье место занял Данила Бодрудинов из АСТК «Профессионал», лениногорский спортсмен. В том году я ехал под номером 18, первый номер наклеил по результатам прошлого года, то, что выиграл чемпионат Татарстана и чемпионат Урфо. И как бы из-за этого наклеил первый номер, это допускается и разрешается. Было множество КамАЗовских юниоров, были ребята из Перми даже, команда АРТ «Рейсинг Пермь». Ильшат Шаги Ахметов представлял этот коллектив. Также Казанские ребята, Альметьевские, ну и, конечно же, Сабинские спортсмены. «На старте были некие проблемы. Я немножко завис на старте и проиграл пару позиций. Наверное, пятерку, так и семь позиций. И первый круг, он один самый сложный, потому что очень много борьбы. Контакт на борьбе, ребята спереди зацепились друг к другу. Мы три машины пошли, как бы, скажем так, креститься. Я решил, что постараюсь избежать каких-нибудь коллизий и не полезу туда, отвернул в бок. При этом развернулся, как бы, потратил время, пока переключил передачу. Потом заглох, пока вышел, пока всех пропустил, вышел из карты, завелся, поехал. И там, кого смог, догнал, кого смог, обогнал. Три года не сидел на картинге. Опять была первая тренировка, как бы, да, много пришлось вспоминать. Но сегодняшняя контрольная контролька показала то, что я, в принципе, в боевой готовности. Готов соревноваться с профессионалами. Пока, как бы, техника немножко уступает, но это действительно было достаточно, чтобы вкатиться в конночный режим. И сейчас будем ждать просто календарь других соревнований, когда сможем проехаться, дополнительно потренироваться, подготовиться к чемпионату нашему мира. Это дополнительная тренировка. Никто не отказывается от нее, поэтому я с удовольствием буду принимать участие в соревнованиях местного масштаба. Там были либо чемпионаты России, согласились, либо ехать везде, было бы время. Тимур Тимирзянов, трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу, тоже принимал участие в этих соревнованиях. Но если в первом заезде он выступал и занял там восьмое место, то вот во втором заезде мы его на трассе не видели. Но, тем не менее, если говорить о наших звездах, и Айрат Мардеев, и Тимур Тимирзянов, и Андрей Кординов, что в первом финале, что во втором финале в классе Казы 2 выступили послабее, нежели те ребята, о которых я уже говорил, нежели Борис Гарифуллин, Аркадий Попов и Данила Бодрудинов. Потому что именно эти трое и разыгрывали фактически призовую тройку по итогам каждого из двух финальных заездов. Ну и посмотрите, что здесь было, да, вот такие сражения, такая борьба, это то, как раз за что мы и любим картинг. Инара Галимова развернула, подбросила на ком-то из соперников. Это представитель Сабинского как раз картингового клуба. Представляет он команду Торнадо. Обращаем ваше внимание, что Сабинский картодром, конечно, он по своей специфике, по своей структуре очень интересен. Посмотрите, какая трасса с большим количеством виражей, с большим количеством поворотов. Да, здесь нет какого-то такого серьезного перепада высот, но тем не менее трасса техничная. В первом финале победил Гарифуллин, во втором, кстати говоря, Борис стал только вторым, проиграв Аркадию Попову. Но эти ребята набрали по 45 баллов за этот уикенд. На данном этапе это достижение, так как у меня был достаточно большой перерыв, где-то в районе полугода. И очень тяжело ехать сразу в темпе. Но вот во втором заезде чуть-чуть подустал и уже как бы не мог темп держать. Были лучшие круги, но стабильности уже не было. Борис Гарифуллин 45 баллов, Аркадий Попов 45 баллов. Ну и на третьем месте Данила Бодрудинов по итогам этого этапа. У него 32 очка. Итак, далее, друзья, мы с вами будем говорить о следующем классе соревнований. О следующей категории соревнований. Это класс микро. Обратите внимание, что хорошая погода, весна и никаких осадков в день соревнований не было. Это тоже очень и очень хорошо, потому что пилоты молодые и где-то порой у них эмоции перехлестывают. Конечно, в некоторых моментах им тяжело справляться со своими болидами, назовем их так. Ну а если уйдет дождь, да, или если идут какие-то такие природные коллизии, то, конечно, молодым ребятам очень и очень тяжело. Все-таки мы не забываем, что класс микро это самые маленькие участники соревнований. Поэтому им, конечно, важно бороться, важно получать накат. Здесь тоже, кстати, было много ребят из Казани, из Набережных Челнов, из Богатых Сабов и из других городов и поселков Республики Татарстан. Тем не менее, здесь у них было действительно много такой интересной борьбы. Были развороты. Такое тоже случается. Кто-то немножко ошибся с газом, кто-то задел кого-то из соперников. Ну и, к сожалению, бывают вот такие испорченные гонки. И, опять же, тут самое главное, что никто из этих ребят борьбу не заканчивал, борьбу не бросал. Если была возможность ехать, то он продолжал ехать. В первом финальном заезде победил Филипп Мурашко. Это пилот команды КамАЗ «Карт». Следом за ним в первом финале стал Булат Ахметов, еще один третий команды КамАЗ «Мастер-Юниор». Ну и на третьем месте в первом финальном заезде финишировал Николай Волков, еще один пилот команды КамАЗ «Карт». Ну а второй финальный заезд прошел под флагом борьбы Филиппа Мурашко и Николая Волкова. Опять эти двое сражались друг с другом, опять они боролись за первое место в своем классе. Булат Ахметов, кстати говоря, здесь тоже очень хорошую гонку провел. У него было сражение с пилотом под номером 15, это как раз Филипп Мурашко. Но Филипп, в конце концов, смог опередить своего соперника. Но вот это, пожалуй, была главная битва в рамках этой гонки. Что в итоге помогло тебе победить? Ну, мое мастерство, папа и, ну, и еще друг папы, ну, дядя Саша. Хоть он и, ну, у моего противника друга, но он все равно помогал мне, ну, ехать еще быстрее, быстрее, быстрее. Филипп Мурашко, Николай Волков и Булат Ахметов. Такая тройка пилотов по итогам соревнований в классе «Микро». А далее, друзья, мы с вами переходим к следующему классу. Это класс «Супер Мини». Здесь тоже соревнуются молодые ребята, здесь фактически тоже соревнуются дети. Но только они чуточку постарше, чем те, кто соревнуются в классе «Микро». Итак, это первый финал, ну, и здесь, в первом финальном заезде, в категории «Супер Мини» очень здорово себя проявил Артем Северев. И из команды «Урал Джуниор Кард». Это пилот из Екатеринбурга, из столицы Урала. Там, кстати, очень хорошая картинговая школа. Ну, может быть, все-таки у нас Екатеринбург и вообще Свердловская область, Уральский регион больше ассоциируется не с картингом, а с какими-то другими соревнованиями, типа ралли, может быть, ралли-кросса. Но, тем не менее, и молодые ребята, которые хороши на кольце, в частности, в картинге, там тоже, конечно же, есть. Вот они, сражения. Здесь у Богдана Лабутина случился разворот. Вот контакт с одним из соперников, ну и Богдан, вот таким вот образом, сейчас фактически убирает свой карт, свой транспортное средство с траекторией, чтобы не помешать никому из пилотов. Ну, а другой пилот, который оказался задействован в этом эпизоде, он смог вернуться в борьбу. Ну и, правда, пусть и потерял там, по-моему, одну или две позиции, но, тем не менее, в борьбу вернулся. Так вот, в первом финальном заезде победил Артем Северюхин. Он стал абсолютно лучшим пилот команды «Урал Джуниор Кард». Здесь еще один разворот с участием сразу троих спортсменов. Ну, к сожалению, тут и Павел Курышев в этом эпизоде оказался задействован. И Нияз Ахунов – это ребята, представляющие Казань и Набережные Челны, соответственно. Вторым в первом финальном заезде в категории «Супермини» стал Радельша Геохметов из команды АРТ «Рейсинг Пермь». Ну и третье место у Егора Упорова, который выступает также в этом классе. Во втором финальном заезде вновь Артем Северюхин стал абсолютно лучшим. Но, пожалуй, вот этот паренек в этом классе действительно выделяется. И если так пойдет и дальше, то, наверное, будет главным фаворитом всего сезона. Посмотрим, конечно, что будет на финише чемпионата. Посмотрим, что будет ближе к осени. Но то, что Артем действительно смотрится, по крайней мере, на Сабинском картодроме очень сильно. Ну, здесь, конечно, мы это с вами наблюдали и мы с вами это видели. Это действительно так. У него многое получалось. И с его точки зрения, мне кажется, можно сказать, что этап получился на 5+. Что до остальных, то, конечно, тут есть еще за кем понаблюдать, друзья. Я ни в коем случае не говорю, что только один Артем Северюхин здесь является таким главным героем этого этапа. Почему? Потому что есть еще и Егор Упоров. Вот если в первом финальном заезде он стал третьим, то во втором он смог повторить это достижение. Это тоже очень важно. Ну, а Богдан Лабутин, которому в первой гонке не повезло, я напомню, что он сошел с дистанции, развернулся, то в гонке под номером 2 молодой пилот из Перми стал вторым, финишировав следом за Артемом Северюхиным. То есть фактически у нас вот все те люди, которые и должны были быть в числе фаворитов изначально, до старта гонки, они свой статус фаворитов подтвердили уже непосредственно в заезде. Ну и обратите внимание, что очень плотными группами ребята соревнуются. Да, Северюхин чуть впереди, но все остальные здесь примерно в одной группе сражаются друг с другом. Вот он, Богдан Лабутин по 37 номерам. Посмотрите, пытается внутри просочиться. У него это получается, опережает сразу двоих, а то и троих смог пройти и Егор Упорова, который в итоге стал третьим. Ну а Артем Северюхин это пилот вот на таком ярко-желтом карте по 28 номерам Урал Джуниор Карт. И Артем выигрывает две гонки из двух на Сабинском картодроме. Твой скилл, твой навык или все-таки это карта такая у тебя мощная? Это мой скилл. И потому что занимаюсь уже, получается, второй год. И добиваюсь вот такого уже. Артем Северюхин, Егор Упоров и Радель Шаги Ахметов. Такая тройка у нас по итогам этого этапа в классе Супер Мини. 50 очков, 32 и 31 соответственно. Да, очень интересная пока получается борьба. Очень интересным получился этот уикенд. Мы увидели, что по сути в каждом, в абсолютно каждом заезде здесь есть на что посмотреть. Далее, друзья, мы будем с вами говорить о классе Восход. Там тоже были сходы, там тоже были невероятные порой траектории, порой обгоны, а порой и аварии. Без них, конечно, в автомобильном спорте никуда. Ну, понятно, что категория Восход, класс Восход, он отличается. Здесь уже такие состоявшиеся спортсмены, здесь пилоты высокого уровня. Но даже у них на старте случаются иногда вот такие инциденты, прыжки, в результате которого кто-то может получить какую-либо травму. Ну, об этом мы еще с вами, конечно, поговорим. Итак, первый финальный заезд класса Восход. Вот здесь отличился Динар Даминов из команды Торнадо. Это представитель богатых сабов, соответственно, это представитель того самого поселка городского типа, в котором и проходили эти соревнования. Здесь, конечно, замечательная трасса. Честно скажу, очень она нравится. Но Динар ее прекрасно знает, и поэтому, может быть, у него было здесь небольшое преимущество, потому что знакомая трасса, это все-таки очень и очень важно, если говорить непосредственно об автомобильных соревнованиях. Не только о картинге, но и о других классах, о других категориях не только республиканского, российского автоспорта, но и мирового тоже, конечно же. Итак, что касается этого класса, класса Восход, давайте смотреть, что здесь происходило в каждом из заездов. Как я уже сказал, победу в первом заезде смог одержать Динар Даминов, вторым в первом заезде стал Сергей Полымов, ну а третье место у Рифата Исрафилова. Ну что, в чем секрет победы? Отрыв такой, в принципе, солидный, внушительный на протяжении всей дистанции. Секрета нет, но мотор хороший, но боюсь, пока не дотянется мотор, второй заезд, второй заезд посмотрим. Ну, во втором заезде ждать такой же безоговорочной капитуляции от всех остальных или все не так? Мотор как победит, выдержит нет. То есть все только от мотора должно зависеть? Ну, вождение само собой еще плюс. Да, конечно, все зависит не только от мотора, не только от техники, но и от мастерства пилотов. Старта финальной гонки под номером два. Ну и здесь вновь все внимание Динару Даминову, но я сразу забегая вперед скажу, что Динар здесь одержать победу не смог. Разворот у Даминова как раз случился в самом начале гонки. Ему пришлось потом отыгрывать позиции, прорываться вперед. Ну, скажу, что у него это получилось, но только отчасти. Он приехал на четвертой позиции. А кто одержал победу? Роман Шафранов из команды СТК «МАК Титан». Казанский пилот. 25 очков он завоевал по итогам этой гонки. Здесь сход у Айрата Фархуддинова из поселка Сарманово. Команда, которую он представляет, базируется именно там. Ну и, соответственно, смотрим, что у других ребят здесь получалось. Здесь Роман Шафранов из СТК «МАК Титан», как раз который и выиграл этот заезд. Но здесь я бы не сказал, что заявлены преимущества, скорее, наоборот, в борьбе. Победой это еще не назвать победой, потому что вся отсечка идет по датчику. Надо посмотреть. Ну, весь заезд боролся. Но последние четыре круга, особенно после первого заезда, когда был серьезный прыжок, то есть передо мной сошлись два человека. Ну, вот, очень сильно подпрыгнул, повредил локоть. Здесь все дается с трудом, ну и явно там есть какие-то проблемы в моторе. Поэтому он на последних кругах очень сильно перегревается. Поэтому темп падает, его видно. И даже по табло будет видно. Вот, поэтому еду, стараюсь аккуратно траекторию держать. Но понятно, что очень тяжело. Конечно, сзади очень много уже мальчишек, которые едут очень хорошо. Очень хорошо. Поэтому нельзя сказать, что я там лучший или они лучшие. Мы едем все красиво. Стараемся ехать красиво. Ну, вот был несчастный тенденц. Сейчас меня ударили, зад развернули. Тоже не очень понятно, как бы вроде пропится, но все. Ну, не знаю, сейчас подачку посмотрим. В день вообще не сдался. Сначала машина не ехала. 26-я контрольное, 24-е контрольное время. Выбирался из зада, все как бы. Ну, ничего страшного, суда интересно. Когда первым стоишь, первым съезжаешь и едешь там в отрыве, это не очень интересно. Даже немножко надоело за столько лет. А так очень хорошо. Ну, у Романа Шафранова первая гонка получилась не очень хорошей. Зато во второй он себя проявил с наилучшей стороны, одержав победу. Вторым стал Рефат Исрафилов. Ну, а третье место у Эльвира Мукминова из Болтасей. Собственно, вот он результат этого дня в классе «Восход». Динар Даминов и Роман Шафранов набрали одинаковое количество баллов по 38 очков. А мы продолжаем свой рассказ о чемпионате Татарстана по картингу. Второй этап, который прошел на картодроме в «Богатых собах». Ну, и здесь мы добрались с вами до класса «Стриж». Первая финальная гонка. Егор Митрофанов смог удержать в ней победу. Пилот из Лениногорска. Долго он боролся с Ильей Нутовым. Это пилот, представляющий «Искру» из Казани. Третьим, кстати, здесь стал Захар Каргинов. Обращаю ваше внимание на фамилию. Потому что фамилия Каргинов в республиканском автомобильном спорте. Она очень известная. И, соответственно, это фамилия, которая знакома каждому болельщику команды «КамАЗ-Мастер». Ну, вот Захар Каргинов стал третьим в первой гонке. Но посмотрите, какая здесь была борьба. Илья Нутов сначала вроде как был первым. Сражался он там даже в какой-то момент с главным своим соперником, с Егором Митрофановым. И был чуточку впереди. Но, в конце концов, Егор свое взял. А смог совершить этот очень важный и нужный для себя обгон. Ну, и Илью Нутова опередил в борьбе за первую строчку. Кстати, очень неплохо осмотрелся Илья Алексеев из Чингисхана. Казанский пилот. Ну, и там же недалеко был Айзатов Кусаинов. Представитель местного картодрома «Богатых собок». Я надеюсь, что я выиграю следующий заезд. А как думаешь, у соперников у твоих хватит сил, чтобы хотя бы составить тебе конкуренцию? Не дышать тебе в спину, а действительно подталкивать тебя, пытаться тебя обогнать? Ну, да, они сильные пилоты. С ними тяжело соперничать. Ну, я думаю, я смогу сделать все, чтобы они не обогнали меня. Вторая финальная гонка. Ну, и, соответственно, здесь все те же действующие лица. Ну, я имею в виду главные действующие лица, которые сражались за победу. Егор Митрофанов, Илья Нутов, Айзат Хусаинов, Илья Алексеев, Алмаз Махмутов. Ну, и, пожалуй, Николай Фролов. Вот, наверное, эти ребята в первую очередь считались фаворитами этого заезда. Но отчасти только свой статус могли реализовать Махмутов, Фролов, Алексеев. А вот что касается Митрофанова, Нутова и Хусаинова, то эти трое в таком порядке на финиш и расположились. Посмотрите, вот опять сражение у Ильи и Егора. Вроде бы Илья выходит вперед, потом пытается ему навязать борьбу вновь Егор. Но, в конце концов, Илья Нутов опережает Егора Митрофанова в борьбе за первую позицию во второй гонке. Митрофанов, Нутов, Айзат Хусаинов. Это первая тройка по итогам двух гонок в классе Стриш. Ну, соответственно, у этого класса это уже 33-й по счету чемпионат Республики Катстан по картингу. Вот в этом классе он уже в 33-й раз проводится. Это очень и очень солидные цифры. Ну что, друзья, вот таким получился у нас этот день. И вот такими получились эти замечательные соревнования. Много яркой, красивой борьбы, множество обгонов, переворотов, даже аварий. Но это все то, за что мы любим автомобильный спорт. Ну, я еще раз вам, уважаемые друзья, скажу, что картинг это основа основ автомобильного спорта. Если вы хотите заниматься спортом на профессиональном уровне, автомобильным спортом, то первая ступень это картинг. Большое спасибо за внимание и будьте здоровы. Пока.